Надо тут навести порядок. Мы делали, ты же понимаешь, что делали совсем недавно. Забитая ливневка, остатки строительных материалов. Микрорайон, который благоустроили накануне Олимпиады, местами выглядит, как и много лет назад. Мусор на газонах, грязные фасады. Если есть у вас управляющая компания, почему еще раз говорю, почему нет штрафов на нее? Управляющая компания уже штрафуется за неудовлетворительное состояние территории. Представитель РЭО-7 говорит, будут исправлять ситуацию. Мы готовы все убрать. В основном сок он выбрасывается. Каждый день влияем. В основном это, конечно, то, что разговариваем с ними, чтобы они бычки не бросали, хотя бы нарабатки. Проблема в том, что далеко не все жители многоквартирных домов понимают, что не только дома, но и дворы – это их частная собственность. И порядок на этих территориях зависит от них самих. Муниципальные казни средства на благоустройство личных владений не предусмотрены. То же касается и капитального ремонта домов. Сколько лет платить? Когда не собственники, люди вообще считали, что кто-то за них должен делать. Но вы стали собственниками. Накопительный фонд. То есть потихоньку сдают, сдают для того, чтобы сделать ремонт крыши, ремонт потом сделать инженерных сетей, ремонт фасада сделать. Накануне Олимпиады повезло и жителям Донской, и других микрорайонов. Но обход показал – лишь два двора смогли сберечь сделанное. Остаться благоустроенными, чистыми и уютными. А вот что в микрорайоне Донская появилась недавно, так это новый строительный забор. Согласно паспорту объекта, это будет многоквартирный жилой дом. По документам дом будет трехэтажным. Но жители окрестных улиц в этом сомневаются. Глава обещает – незаконны, многоэтажки здесь не будет. Затем, чтобы этажей было именно три, не больше, будут следить и в администрации, и в надзорных ведомствах. Я довольна, что мэр услышал, посмотрел документы, что стройка теперь будет под контролем. И что с этим будет разбираться. Если будет строить больше трех этажей, как заявлено и получено разрешение, значит будет все снесено. Глава намерен в ближайшие дни вновь побывать в микрорайоне Донская. В случае, если его сегодняшние поручения не будут выполнены, управляющие компании ждут уже более солидные штрафы до 300 тысяч рублей.